Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Президент Арменак Абрамян поблагодарил народ и парламент Италии 26-летие освобождения Карвачара. Премьер-министр Республики Армения посетил Пасе. В Джавахке назначен новый викарий. В Сирии восстанавливаются исторические сооружения. На берегу озера Ван начато строительство президентского дворца. Арсен Арутюнян стал чемпионом Европы. Западная Армения. Парламент Италии, подавляющим большинством 382 за 0 против, принял резолюцию геноцида против армян в Оспанской империи. Парламент попросил правительства официально признать геноцид против армян и дать ему международный голос. Признание этой резолюции итальянским парламентом сегодня является неизбежной реальностью, позволяющей продолжить строить здание исторической правды, чтобы защитить народы, государства и международное право от варварских групп или преступных государств, которые уничтожат не только имущество людей, но также угрожают их существованию и цивилизацией. По случаю предстоящего Международного дня памяти геноцида в отношении коренного армянского населения Западной Армении и столетия Северского мирного договора, Западная Армения благодарит Италию за то, что она разделяет эту волю справедливости и гуманизма во имя мира. В начале апреля 2019-го члены освободительной армии решили собраться в Карвачаре, чтобы отпраздновать 26-ю годовщину освобождения города. Состоялась встреча с полковником Овсепом Овсепяном Ливон Миносян, Арменаком Абрамяном, Володей Аветисяном, Агабеком Товмасяном, Робертом Гукасяном, Рубом Арутюнян Акупян Аби. Поскольку Серж Карапетян З. находился в больнице, он не смог присутствовать на встрече. Открыл юбилейную церемонию мэра Карвачара Чилингаря. После выступления членов муниципалитета и школьников состоялось традиционное зажжение свеч у хачкара. Премьер-министр Армении Николай Пышнян, находящийся сегодня в Страсбурге с рабочим визитом, выступил на пленарном заседании весенней сессии парламентской ансамблей Совета Европы ПАСЭ. Перед этим премьер-министр встретился с генеральным секретарем Совета Европы Турберном Ягландом. Во встрече также приняли участие министр иностранных дел Республики Армении Захарапа Нацаканян, пресс-секретарь премьер-министра Владимир Карапетян. Премьер-министр передал генеральному секретарю Совета Европы решение Мэйви Еревана назвать площадь на Северном проспекте Европейская площадь по случаю 70-летия Совета Европы. У жителей Джавахка появился новый викарий. Предстоятель епархии Армянско-апостольской церкви в Грузии архиепископ Вазген Мерзаханян представил Ахалкиалакскому району отделу священника отца Махакия Амиряна. В течение многих лет он управлял армянской церкви Буэнос-Айреса Аргентины. Церемония инаугурации Тер Махакии состоялась в церкви Сурбхач в Ахалкиалаке. Епископ Вазген Мерзаханян отметил, что викарий имеет право на полное самоуправление, и он надеется, что новый викарий обеспечит хорошее и добродетельное служение местным жителям. Ред Махаке в свою очередь отметил, что для него большая честь служить здесь. Многие археологические памятники сирийской провинции Хама были разрушены террористическими организациями, которые долгое время удерживали этот регион. То, что не было разрушено, боевики банально разграбили. Среди наиболее важных артефактов, похищенных террористами, есть позолоченная статуя, датируемая арамейским периодом, которая исчезла из музея Хамы несколько лет назад. Кроме того, джихадисты похитили множество керамических изделий и монет, относящихся к римскому, византийскому и исламскому периоду. Существуют места, которые требуют длительного ремонта и квалифицированных технических специалистов. В этих местах у властей, как правило, большие трудности с восстановлением многих объектов. Масштаб ущерба, нанесенного археологическим памятником в Хаме, оценивается не меньше, чем в 25%. Невозможно определить точный процент повреждений в археологических памятниках, потому что есть районы, находящиеся за пределами контроля сирийского правительства. Большая часть мест была разграблена на 50%, а то и на 75%. Западная Армения всего три месяца назад, Эрдоган заявил. Есть люди, которые пытаются превратить наши леса и прибрежные участки в бетон. Теперь он делает те же шаги в районе Ахлат, начато строительство президентского дворца. Источник сообщает, что на берегу озера началось строительство президентской резиденции площадью в 10 тысяч квадратных метров. По словам мэра Ахлата, президентский дворец должен быть готов 25-26 августа. Здесь наряду со строительством дворца также началось строительство зеленых насаждений и вертолетной площадки. Наряду со строительством стали расти жалобы населения. Были услышаны разные критические мнения, многие против, потому что считают, что строительство нанесет колоссальный ущерб природе и экосистеме региона. Армянский борец Арсен Арутюнян, 61 килограмм, завоевал золотую медаль в напряженной и захватывающей борьбе на чемпионате Европы по вольной борьбе в Бухаресте. Об этом сообщили Армен Пресс при службе Национального олимпийского комитета Армении. В финале молодой армянский спортсмен одержал победу над серебряным призером чемпионатов Европы и мира, серебряным призером Европейских игр Беккой Ломтадзе со счетом 17-11. Напомним, что в весовой категории 61 килограмм Арсен Арутюнян вступил в борьбу с квалификационного раунда, где добился преимущества над украинцем Владимиром Буруковым со счетом 14-8. В полуфинале соперником Арутюняна был представитель Румынии Николай Ахлопков, за которого болел весь зал, однако благодаря своим волевым качествам Арсен одержал победу со счетом 10-4. В четвертьфинале Арсен Арутюнян победил турка Раджепа Тупала. На сегодня на все. Далее мы представим вашему вниманию Гованес Бадалян, анца Геннадзе. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!